Друзья, всем привет! Я, как и обещала, делюсь рецептом эко-порошка усиленной формулой. Основу порошка, так же, как и в предыдущем видео, составляет тертое хозяйственное мыло, которое предварительно нужно натереть и подсушить, чтобы в дальнейшем легче измельчить. Одно хозяйственное мыло тру на самой мелкой терке и оставляю подсохнуть на сутки-двое. Примерно 1 треть мыла сарма натираю на мелкой терке и смешиваю с хозяйственным мылом. Вместо обычной соды в этом рецепте использую кальцинированную. Объем тертого мыла и объем соды равны, то есть один к одному. Это основа порошка. В принципе, его уже можно в таком виде использовать для стирки, но для усиления добавляю к этому количеству 25 г лимонной кислоты. Лимонная кислота освежит и смягчит белье и защитит стиральную машину от накипи. А для того, чтобы сохранить цвет, при стирке цветных изделий в усиленную формулу порошка добавляю 180 г соли и несколько капель любого эфирного масла для запаха. В таком виде порошок справляется с обычными загрязнениями и свежими пятнами. Если же нужно отстирать что-либо посложнее, добавьте в рецептуру отбеливатели, например, персоль или детский отбеливатель. Для стирки в стиральной машине добавляю 1-2 столовые ложки смеси прямо в стиральный бак машины. Существует два способа использования порошка. Первый и самый простой – закинуть порошок в бак и включить стирку. И второй вариант – растворить порошок кипятком. Как я это делаю, можно посмотреть в видео, которое появится в правом углу в подсказках. Отстирывает отлично. В машинке не пенится, пользуюсь уже давно. Результатом довольна. Вещи приятно пахнут свежестью и совсем слегка эфирным маслом. Я использую эфирное масло лимона или апельсина. Оно очень приятно пахнет, всем очень нравится. Стираю в машине с полосканием при температуре 40 градусов. Растворяются все крупинки порошка. На вещах ничего не остается. Барабан после стирки чистый, никакого налета нет. Мне очень нравится и подходит такой порошок. Если честно, я особой разницы не замечаю между использованием самодельного порошка и промышленного. Самодельный даже лучше отстирывает, к тому же белье мягкое. Белые футболки, майки не потемнели. Белье и полотенца получились свежие и мягкие даже без кондиционера. Мое дело поделиться рецептом, а каждый человек для себя сам выбирает, насколько такой вариант экологичнее и выгоднее для семейного бюджета. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новинки. До новых встреч! Всем пока!